Смотрите первыми в программе «Утро первых». Калужан и гостей города приглашают отведать гастрономическое чудо. О сладкой премьере поговорим с нашим утренним гостем. Утренняя зарядка для ума. Какая фамилия у парня в зеленом худи? Как зовут пострадавшую девушку? И кто же совершил это преступление? ТОП-5 головоломок предлагает разгадать Сергей Ремезов. Справитесь? Физкультурное утро. О всероссийских соревнованиях по спортивному туризму поговорим с нашим гостем. Это утро вместе с вами встречает Дмитрий Петрухин. А вот уже 26 апреля на календаре. Сегодня среда. Мы приветствуем всех без исключения. Программа «Утро первых» встречает вместе с вами этот день. И, знаете, есть такая статистика, что в среднем на планете люди, которые пользуются мобильными телефонами... Да, друзья, не удивляйтесь, есть те, которые не пользуются мобильной сотовой связью. Так вот, в среднем на свой смартфон устанавливают до 30 приложений. Ну, вот так вот. Если вы посчитаете, то как-то так окажется, что 25-30 приложений на вашем телефоне есть. Но что бы вы ни делали, друзья мои, главное, вот в промежутке с 7 до 9 утра по московскому времени не переключайтесь с программы «Утро первых», потому что у нас всегда много интересного. И мы начинаем с новостей. В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В этом году она пройдет во всех регионах. Символику Дня Победы будут раздавать более 30 тысяч волонтеров. В Калуге Георгиевскую ленту будут распространять сразу на нескольких площадках напротив главного корпуса КГУ и на пересечении улиц Кирова и Театральной. Добровольцев можно будет ежедневно встретить на улицах вплоть до 9 мая. Бессмертный полк на Нике. Несмотря на отмену массовых мероприятий, мы готовы рассказать истории о ваших героях в эфире телеканала. Уже в эту среду наша выездная студия будет работать в Малой Ярославце. Берите штендер со своими героями и памятные вещи, которые помогут лучше узнать его судьбу. Выездная студия будет находиться в Центральном сквере на площади Ленина с 12 до 16.00. Кроме того, рассказать о своем герое можно и на сайте nikotv.ru в разделе «Бессмертный полк». Северное сияние вернется в Калугу, правда, не очень скоро. Ближайший максимум солнечной активности придется на 2025 год. Поэтому через пару лет калужанам еще должен представиться шанс понаблюдать за красивым небесным явлением. А вы сумели заметить северное сияние? Российские школьники дошли до самой крайней северной точки Евразии. В рамках большой арктической экспедиции 14 школьников повторили путь Челюскина. 23 апреля они смогли достичь финальной точки своего путешествия – мыса Челюскин. Всего в рамках экспедиции им пришлось пройти более 150 километров. Ученые научили попугаев звонить друг другу по видеосвязи, чтобы они не чувствовали себя одиноко. И птицам это понравилось. Сначала пернатых научили звонить в колокольчик, а затем через своих владельцев касаться фотографий другой птицы на экране планшета, чтобы связаться с ней. Во время эксперимента домашние попугаи стали чувствовать себя менее одинокими, вести себя более социально, чаще петь и играть. Вообще, друзья мои, если уж переходить к традициям, то нужно убирать и блюда иностранные из завтрака. Вот, допустим, вот завтрак нужно начинать с гурьевской каши. А все почему? Потому что в Малоярославце есть даже целый фестиваль гурьевской каши. Что это за уникальное блюдо? Когда этот фестиваль состоится и каков его рецепт? Давайте выяснять. У директора Дома культур города Малоярославца Рита Овсянникова у нас в гостях. Доброе утро. Здравствуйте. Рита Васильевна, гурьевская каша, я так понимаю, она носит имя непосредственно Гурьева, правильно? Все верно. Якобы когда-то было имение Гурьева Дмитрия у нас в Малоярославцовском районе. И был у него такой крепостной повар, которого он выкупил у своего друга после того, как отведал эту незабываемую гурьевскую кашу. Секундочку, давайте сначала о Дмитрии Гурьеве поговорим. Что это за личность? Это граф, министр финансов. Вот когда-то он купил имение в Малоярославцовском районе и приехал туда вместе со своим вот этим Захаром Кузьминым, поваром, которого выкупил у своего друга, вместе со своей семьей. И вот за эту любимую кашу, гурьевскую кашу. И якобы, якобы, что эта каша была названа фамилией графа Гурьева, поэтому называется Гурьевская каша. На Малоярославскую землю он ее привел, да. Так, значит, в чем секрет и уникальность этой каши, какой у нее рецепт? Это каша манная, крупа у этой каши, там много-много орехов, сливки, то есть она запекается в духовке или в печи и является не кашей, а скорее десертом. А вы умеете готовить гурьевскую кашу? Нет, но у всех, кто к нам приедет 3 июня, когда как раз будет кульминационный день, когда пройдет фестиваль открытый народных традиций ремесел и промыслов, и будет возможность у гурманов попробовать действительно эту кашу, которую будут готовить в конкурсе семьи многозетные. Так, а они откуда возьмут уникальный рецепт? Ну вот вы знаете, оригинального рецепта, наверное, сейчас в интернете вряд ли можно найти, вот кто, какой, наверное, для себя более приемлемый, так скажем, подберет, вот из-за этого, ну, ингредиенты останутся те же. То есть фестиваль, он, собственно, дает волю для фантазии, то есть можно использовать ингредиенты, которые, ну, теоретически присутствовали в этой каше, да, и дальше кто вкуснее приготовит, тот и займет первое место. Да, в рамках фестиваля пройдет конкурс кулинарный, гуревская каша, конкурс прикладников, ремесленников, мастер-классы различные, квесты детские на знание кулинарных традиций. И мы постараемся театрализованно, так скажем, восстановить, как мы видим, вот эту картинку графа Гурева, то есть Захара Кузьмина, то есть все это будет. А как будет это происходить? На сцене, как маленькая мини-театрализация такая, так сказать. И на сцене вы будете готовить кашу? Нет, кашу мы будем готовить в котлах, мы приобрели за счет грантовых средств некоторые, так скажем, котлы. И кашу мы, конечно, будем не манну варить, не гуревскую, потому что это сложный рецепт, у нас будет просто пшеная сладкая каша с различными орешками, вареньем, медом и так далее. Ну, кстати, очень интересно то, что вот если возвращаться к рецепту гуревской каши, получается, то есть манная крупа в сочетании с орехами и сливки. Да, и иногда еще абрикосовый или персиковый, вот, я знаю, варенье добавляли туда. Вы сами ее пробовали? Нет. Ни разу не пробовали гуревскую кашу? А есть место, вот, в Малой Ярославце, где вот прям готовят традиционную гуревскую кашу и прям вот пальчики оближешь, вот вы... Говорят, пробовали ресторанам предлагать, но говорят пока, что сложноватый рецепт и себестоимость будет очень высока, соответственно, пока никто не берется. Но надеемся, что после нашего фестиваля, этот фестиваль переживется у нас на нашей земле, и все-таки возьмут рестораны себе за правило готовить такую кашу для наших гостей. Кстати, впервые на фестивале будут готовить подобные... Да, впервые, да. То есть это такая добрая традиция, начинание доброй традиции будет. Мы надеемся, да, что она продолжится. Класс. Так, вернемся непосредственно к человеку, который привез эту кашу. Сейчас деревня-то, где жил гурев, она сохранилась? Да, есть. Есть деревня, и там даже техникум остался, который он построил, вот этот вот министр финансов. А фестиваль будет проходить не на территории, а где? Будет возле Дома культуры в Малоярославце. Мы думали о том, чтобы провести на историческом, так скажем, родине, но пока это сложновато, технически очень. Ну и логистика, наверное, там немножко сложная. Давайте еще подробнее поговорим о фестивале. Помимо угощений, что еще будет на вашем фестивале, который состоится, как вы говорили, 3-го... 3-го июня. В 12 часов, да, приглашаем всех в 12 часов, то есть, как я уже говорила, это будет и квест детский на знание кулинарных традиций, это и ярмарка, выставка прикладников, декоративно-прикладного искусства, это конкурс кулинарный, где будут семьи представлять многодетные, вот эти, как раз-таки, эту кашу. Ну, соответственно, забавы разные, праздник будет весел. Я помню, да, что в прошлом году в Малой Ярославстве проходил замечательный праздник народных промыслов, если я не ошибаюсь. Фестиваль национальных культур. Национальных культур и народных промыслов, да. И там очень было много спортивных, спортивных составляющих в этот раз. Здесь только мы ограничимся детскими спортивными, пока так. Итак, в 12 часов начало и... 3-го июня. 3-го июня. Будет ли хедлайнер какой-нибудь? Ну, знаете, обычно приглашают какого-то артиста, может быть, какую-то гуртуру. Мы пока своими силами хотим начать фирму. Ну, то есть лучшие коллективы Малоярославцев будут выступать. Ну что ж, друзья мои, 3-го июня приглашаем всех на крупный фестиваль в Малоярославец. Будете пробовать гурьевскую кашу. Ходят легенды, что она очень вкусная. Вот будет возможность убедиться в этом лично. Мы продолжаем это утро первого. Вы считаете себя умным человеком? Может быть, образованным или сообразительным? А может быть, вообще все сразу? Хм... Мы можем проверить ваш ответ прямо сейчас. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Ремезов. И сегодня мы узнаем, насколько хорошо у вас работает соображалка. Нет ничего лучше, чем утренняя зарядка для мозга. В связи с этим представляю вам топ-5 интереснейших головоломок. Так что хорошенько сосредоточьтесь и сконцентрируйте все внимание на экране. А если уж вы додумались до ответа хотя бы на одну из этих головоломок, то жду ваше решение в комментариях. Поехали! Начнем с простого. На экране вы видите картинку. Здесь явно что-то произошло, причем совсем недавно. А все, что вам нужно сделать, это ответить на три вопроса. Какая фамилия у парня в зеленом худи? Как зовут пострадавшую девушку? И кто же совершил это преступление? Жду ваши варианты в комментариях. А пока мы переходим к следующей головоломке. На этой картинке изображены четыре фаната шляп, что известно из условия задачи. Человек под номером 1 видит перед собой человека под номером 2 и человека под номером 3. Человек под номером 2 видит перед собой только человека под номером 3, а человек под номером 3 видит никого. Так же, как и человек под номером 4. Вопрос прост. Кто самый первый крикнет, какого цвета у него шляпа на голове? Загадка не столько на внимательность, сколько на логику Для простоты решения представьте себя на месте каждого из этих мужчин А пока вы примеряете шляпу и погружаетесь в воображение, я представлю вам следующую, чуть более сложную задачку Мартин Гарднер Это имя вряд ли вам что-то говорит Но между прочим, оно принадлежит известному американскому математику Которая является автором огромного количества самых разнообразных головоломок и задач И сейчас я познакомлю вас с одной из его интереснейших работ Когда вы поймете суть задачи, она покажется вам довольно примитивной, но как бы не так Головоломка заключается в вычислении числа, для которого понадобится наименьшее количество шагов Чтобы свести его к одной цифре Посредством перемножения цифр этого числа Ничего не поняли? Само собой, лучше объясню на примере Для числа 77 потребуется 4 таких шага 77, потом 49, потом 36, 18 и 8 То есть 77 7 умножаем на 7, получаем 49 В числе 49 мы 4 умножаем на 9, получаем 36 И 3 умножаем на 6, получаем 18 Ну и в конечном счете 8 на 1 это 8 Количество шагов Гарднер называет числом стойкости Наименьшее из чисел стойкости, равным 1, это число 10 Для числа стойкости 2 это будет 25 И самое маленькое число со стойкостью 3 это 39 Если число стойкости равно 4, наименьшим числом для него будет 77 Вопрос в следующем Какое наименьшее число с числом стойкости 5? Ну, желаю удачи в решении А мы переходим к задаче уровня сверхразума Судоку Ну куда же без этой известной головоломки Если вы считаете себя мастером этих задач То позвольте мне пошатнуть вашу уверенность В 2012 году финский математик Арто Инкало Придумал настолько трудную судоку Что, недолго думая, назвал свое изобретение Самым сложным судоку в мире И дал ему имя Эверест Чтобы вы понимали масштабы его работы Вот вам факт об этих задачах Сложность большинства судоку оценивается по 5-звездочной шкале Но Арто Инкало присвоил своей головоломке целых 11 звезд Так что попробуйте решить его задачку И докажите, что не такой уж он крутой, этот финский математик Ну и, наконец, вишенка на торте Головоломка, которая по праву является самой сложной в мире Она была придумана американским философом и логиком Джорджем Буллосом в 1992 году Без долгих распинаний перейдем сразу к условию Есть три бога А, Б и С Которые являются богами истины, лжи и случая В произвольном порядке Бог истины всегда говорит правду Бог лжи всегда обманывает Бог случая говорит либо правду, либо лжет Что определяется случайным образом Требуется определить богов, задав три вопроса На которые можно ответить «да» или «нет» Каждый вопрос задается только одному богу Но можно задавать одному богу более одного вопроса Боги понимают язык Но отвечают на своем языке В котором есть всего два слова «да» и «джа» Причем неизвестно, какое слово обозначает «да», а какое «нет» Также Джордж Буллас разъяснил некоторые моменты по условию задачи Можно задать одному богу более одного вопроса Поэтому другим богам может быть не задано ни одного вопроса Каков будет следующий вопрос и кому он будет задан Может зависеть от ответа на предыдущий вопрос Бог случая отвечает случайным образом Зависящим от подбрасывания монетки, спрятанной у него в голове Если выпадет аверс, то отвечает правдиво Если реверс, то врет Бог случая отвечает «да» или «джа» На любой вопрос, на который можно ответить «да» или «нет» И нельзя задавать вопросы-парадоксы, на которые можно ответить одновременно И «да» и «джа» Или никак нельзя ответить Ну, например, такой вопрос Ты сейчас ответишь «да»? Если уж и на эту головоломку вы найдете правильный ответ То вы по праву можете считать себя самым умным человеком на планете Земля Ну а на этом все, дорогие друзья С вами был Сергей Ремезов Желаю вам провести этот день так же продуктивно, как вы его начали Будьте всегда первыми вместе с «Утро первых» Я уверен, что вы не знали, но я с удовольствием вам сообщаю Что в эти выходные пройдут всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях И называется очень красиво, да? Туристская среда шагает по стране Будем разговаривать об этом событии Вообще о развитии туризма в Калужской области Вместе с членом президиума Калужской областной федерации спортивного туризма Кандидат мастера спорта Владимир Минаев у нас в гостях Доброе утро, Владимир Доброе утро Вот то, чем вы занимаетесь, как называется это направление туризма? Это называется спортивный туризм дистанции пешеходные На какие дистанции ходите? Дистанции бывают разные У нас бывают дистанции короткие Даже короткая спринт, это как бы ультракороткая, скажем так, если так можно выразиться Бывают дистанции длинные, которые преодолеваются еще с элементами ориентирования Спортивного Вот, то есть, ну, скажем так, длина дистанции от 500 до 12-15 километров примерно Насколько Калуга и Калужская область располагает, чтобы здесь развивался непосредственно пешеходный туризм? Ну, судя по тому, как у нас дела продвигаются в последнее время Я бы сказал, что наш спорт достаточно активно развивается в области Если мы, ну, скажем так, порядка 5-6 лет назад имели на соревнованиях 200 спортсменов Это было как бы, ну, для нас такая уже сумма внушительная То сейчас, ну, к примеру, вот старт, который прошел в эти выходные Собрал на 4-х классах дистанции больше 500 участников Так, они приехали только из Калуги или были из зарубежной? Нет, ну, скажем так, зарубежные другие Ну, Белоруссия, Казахстан Нет, ну, к сожалению, такого уровня пока нам, конечно, к нам не ездят спортсмены из других стран Но представительство соседних регионов было достаточно внушительное У нас практически вот все окружающие нашу Калужскую область региона Съезжаются к нам на крупные соревнования Вот в апреле, в памяти Виталия Викторовича Кондратьева И в ноябре, который у нас чемпионат Калужской области Там также огромное количество спортсменов приезжает к нам на старт в Калуги Поразили ли чем-то, какими-то результатами вас, как организаторов, итоги соревнования? Ну, скажем так, всегда... Мы всегда за честный спорт, за объективность результата Всегда спортсмены бегут Мы делаем все для того, чтобы ребята показывали максимальный результат И всегда рады любым победителям и призерам Вот сегодня, например, ну, скажем так, на этом старте, да, в эти выходные Увезла первое место у девушек на четвертом классе У нас в Тулу уехал, да, приз, как бы мы... Приятно, что в Тулу тоже развивается спорт Да, 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 вот, поэтому, как бы, мы всегда рады И мы, как бы, делаем все для того, чтобы спортсмены получали удовольствие у нас в Калуге на любом старте Вот у меня какой вопрос возникает Вы сказали, что у нас спешит туризм, да, и дистанция-то, казалось бы, не такая большая, 15 километров И вроде как каких-то особых горных вершин я в Калужской области не наблюдал Так зачем нам тросы и альпинистская разгрузка? Ну, веревки, да, и системы страховочные, они необходимы для преодоления локальных препятствий на скорость То есть, в принципе, в этом и заключается смысл нашего спорта В преодолении спусков, подъемов, переправ, параллельных перил, этапов, там, бревно, маятник С помощью вот специального такого снаряжения именно на скорость То есть спортсмен стартует, бежит от этапа к этапу, его быстро преодолевает максимально, насколько он готов, как бы, да, технически и физически И, соответственно, получает на финише время прохождения этой дистанции и результат Кстати, ребят, которые занимаются непосредственно этим спортом Во-первых, в каком возрасте лучше приходить в этот спорт? Во-вторых, пик форма в каком возрасте? И, в-третьих, насколько дорогой этот вид спорта? Ну, скажем так, заниматься можно начинать, в принципе, по большому счету с 8 лет У нас, например, дистанции первого класса пробегаются уже, допускаются участники с 8 лет Ну, конечно, в принципе, чем раньше начнешь, да, то тем быстрее получишь результат На мой взгляд, тем более здесь работа со специальным снаряжением Это таким, как карабины, например И ребенку, скажем так, уметь открывать, закрывать карабин, да, ну, надо учиться Чем больше он работает с ним, тем лучше Я объясню, вот, позвольте, я продемонстрирую, Владимир, да, вот карабинчик А, вот, карабин? Дело в том, что я наблюдал непосредственно за тем, как проходят соревнования у ребят по спортивному туризму И их задача, действительно, когда они готовятся к этим соревнованиям Чтобы у них можно было одной рукой открывать, закрывать карабин Потому что они постоянно снаряжение переключают, перещелкивают, да И получается как? Если у ребенка рука маленькая, то карабинчик он открыть, закрыть одной рукой не сможет И поэтому, не принципиально, какой возраст у вашего ребенка, да Главное, чтобы он мог сделать, открыть, закрыть карабин одной рукой Получается так? Ну, а там, чем раньше, тем лучше, как вы правильно Да, если, если, да, скажем так, ну, есть и специальные карабины, которые приспособлены более, как бы, по своей конфигурации под детскую руку, да То есть, ну, здесь вопрос снаряжения, как бы, да То есть, можно как-то оптимизировать из-под совсем маленького участника У нас есть участники, вот даже сейчас на соревнованиях, которые бежали, там, они, ну, совсем маленького возраста Там, пробовали, первые шаги свои делали И, ну, в принципе, у всех все получилось, никто не остался, как бы, вне дистанции Вот, ну, а, скажем так, пик формы Ну, я скажу, что уже примерно к 13-14 годам, если спортсмен занимается вот уже, ну, 5-7 лет, да, условно То он уже имеет, ну, достаточно высокую квалификацию И уже многое, что умеет, и достаточно физически хорошо подготовлен А по поводу, насколько дорогой спорт, есть бюджетный сегмент снаряжения, как бы, который доступен, на мой взгляд, каждому Есть более дорогостоящее снаряжение, скажем так Ну, то же самое касается и беговой формы, да, там, и кроссовок, которые необходимы для... Ну, из расходных материалов, я так понимаю, только кроссовки, то есть, по факту Кроссовки, лосины, как бы, какие-то беговые кофты, которые, ну, по сути, как бы, постепенно приходят в негодность Перчатки, которые, ну, скажем так, тоже, они ничего из себя такого не представляют То есть, это обычная рабочая перчатка, полностью закрывающая ладонь, самое главное То есть, они тоже не так дорого стоят, как бы, ну, там, порядка... Не, ну, я, допустим, сравниваю, там, у меня знакомые есть в хоккее отдали своих детей И у них, да, нужно форму менять каждый раз, как только ребенок подрастает Ну, то есть, здесь, в принципе, снаряжения хватает на долгое время Да Я предлагаю, знаете, что сделать? Вы попробуете мне научить, как правильно надевать все это снаряжение на себя Ну, давайте... Есть такая возможность? Давайте попробуем, конечно Помещусь я в него? Почему нет? Ну, посмотрим Вы... Как вы физически крепкие? Как вы, как правильно все это называете? Ну, начинает... Это называется, вот, страховочная беседка Вот, я бы вам рекомендовал начать вот с низа именно Так То есть, это именно беседочка Вот за пояс берите ее, как штаны, грубо говоря, да И как шорты, можно А, и как шорты надевать, да? Да, вот, да, в эти отверстия, вот, да, про... Так Ага Очень интересно Вторую ножку Тут главное не упасть и попасть везде, куда надо Ну, да Хорошо Чик Так Сейчас одну секунду Растягиваем Помогу, чтобы нам ничего не мешало Так Здесь получится у нас еще растянуть Вот, к сожалению, размерчик... Ну, попробуйте, Дмитрий, поднатянуть повыше Вот Нормально пойдет Надо было немножко похудеть, да, перед этим вариантом Да нет, тут дело не похудеть у вас просто хорошо Накачаны ягодицы, поэтому, видите, как... Прекрасно Еще никогда мне мужчины в прямом эфире не говорили, что у меня хорошо накачаны ягодицы, да, друзья мои Ну, я их оценил только по размеру моей системы Итак, и так, значит, а дальше как? А дальше вот накидываете, вот прям как маечку, ну, это не обязательно, вот сюда, вот ручки, да, это у нас вверх бабочка Наденется он на вас? Нет, все Ну, значит, друзья мои, нужно готовиться к соревнованиям Ну, я понял, что это под каждого индивидуально подбирается непосредственно снаряжение Конечно И в моем-то случае это немножечко сложнее, потому что мы не готовились к программе и на меня вы не принесли Соревнования, которые будут в перспективе у нас сейчас Что это за соревнования, какого класса спортсмены на нем будут участвовать? Значит, ну, смотрите, у нас соревнования пройдут сегодня, в среду, да, у нас такая вот игра слов, да, скажем так Туристская среда шагает по стране Нам очень хотелось и хочется получить на выходе такой массовый старт, который есть, например, у ориентировщиков, да, это российский азимут Или там кросс-нация, лыжня России, да, когда все спортсмены, представляющие данный вид спорта и не только, да, и просто любители активности физической собираются и вместе, ну, скажем так, принимают участие в массовом соревновании Мы хотим вот такой же старт сделать по спортивному туризму, потому что на самом деле спорт достаточно доступный Можно даже, скажем так, планировать такие дистанции, которые и не предполагают применения, допустим, специального снаряжения Ну, даже рюкзаки не нужны, скажем так, просто этапы, которые не предполагают страховочные системы, а которые можно, например, пройти просто с гимнастической страховкой, да, когда судья может подстраховывать участников и просто пробежать дистанцию То есть это возможно, и вот как раз такой старт проводится сегодня, 26 апреля, и второй его этап будет 27 сентября приурочен, ну, к дню туризма Там у нас в сентябре день туризма, и по итогам двух этапов будет подводиться всероссийский итог, как бы, да, то есть наш регион будет представлен вот этими двумя соревнованиями По сумме количества участников человек, там в определенном процентном соотношении от количества жителей в регионе Мы будем бороться за то, чтобы находиться где-то вверху, надеюсь, очень турнирные таблицы, вот, в зачете регионов Владимир, очень приятно, что развиваются у нас туризмические виды спорта в Калужской области Желаем вам успеха на сегодняшних соревнованиях, пусть ребята себя проявят с лучшей стороны, ну, и, конечно же, всем медалей и призовых мест Продолжаем, это утро первых Смотрите далее в программе «Утро первых» Стартовал новый сезон конкурса руководителей нового поколения лидера России Как стать первым среди лучших, расскажет наш гость Как хорошо вы знаете английский Знаете только красный? Red, а как же малиновый, бордовый, алый? Изучаем цвета на английском, чтобы вас поняли правильно Премьера новой рубрики Очень важно, ну, вот, в русскоязычной песне, опять же, на мой взгляд, очень правильно расставлять акценты О музыке чуть больше, чем вы знаете, расскажут Артем Желев и его гости И это будет полный пепитр Неувалимая статистика В этом мире все больше стран, где количество женщин гораздо больше, чем мужчин Далее «Утро первых» продолжается новости Школьники смогут бесплатно выучить язык программирования на летних каникулах Открыть набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего» Можно будет изучить и разработку приложений, сайтов и игр Прием заявок на курс продлится до 31 марта этого года Все подробности можно узнать на портале госуслуг Поезд Победы вновь приедет в Калужскую область Уникальная передвижная инсталляция начала свое путешествие по стране В областном центре «Поезд Победы» пробудет с 28 по 29 апреля на станции «Калуга-1» Регистрация откроется 27 апреля В Сухиничах с 30 апреля по 1 мая Посещение музея бесплатное, но для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте поездпобеды.ру В Калуге на майских праздниках парковки станут бесплатными Соответствующее распоряжение дал городской глава Дмитрий Денисов Парковаться бесплатно в Калуге можно будет в течение 7 дней С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая В Италии начали готовить пиццу с насекомыми Теперь вместо пепперони или курицы в начинку кладут сверчков Этот ингредиент использовался и раньше, но насекомых перетирали в муку и на ее основе готовили тесто Теперь же сушеных сверчков просто кладут наверх Попробовать рискнули не все, хотя нашлись и гурманы, которым блюдо понравилось Знаменитый синий лес зацвел в Брюсселе Раз в году один из буковых лесов Бельгии превращается в территорию волшебной сказки В апреле там начинается цветение синих колокольчиков В это время национальный заповедник королевства привлекает тысячи гостей и туристов со всего света Позже начнется цветение орхидей и нарциссов Лидеры России Юбилейные конкурсы Давайте подробнее расскажем для тех, кто не в курсе, что это за конкурсы и какие перспективы тех людей, которые в нем участвуют То есть вообще как в него попасть? В него попасть очень просто На самом деле нужно зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф И вы, в принципе, уже в игре Этот сезон особенный Он отличается от четырех предыдущих сезонов И это надо тоже понимать В чем отличие? А главное, зачем вообще отличается? На самом деле принципы в конкурсе следующие Это объективность Это прозрачность И равенство возможностей Вот вы все говорите, это все хорошо А сам процесс-то в чем? В чем его суть? А сам процесс в чем? Суть его В чем отличие? Во-первых, зачем отличие нужного конкурса? Каждый конкурс, он по-своему особенный По-своему уникальный И в этом уникальность следующая То есть самое первое Мы уходим от направлений сфер Как было, например, в четвертом сезоне И возвращаемся к общеуправленческому конкурсу И при этом все равно свой профессионализм Вы можете проявить Ну, например, там, по-моему, на четвертом шаге Когда вы пишете эссе По управленческим решениям То есть вы же приходите на конкурс управленцев Значит, у вас управленческие решения уже какие-то есть хорошие Ну и, соответственно, свой профессионализм там можете проявить Это первое отличие Второе отличие заключается в том, что появляется региональный теперь конкурс То есть региональный этап Раньше этого вообще не было И теперь будут соревноваться и региональные команды И команда нашего Калужского региона тоже здесь, я очень надеюсь, будет присутствовать Это второе отличие Третье отличие в тестировании То есть если вы там изучили все четыре сезона Подготовились к тестированию так, как было в четвертом сезоне То не факт, что это тестирование будет сейчас в пятом сезоне То есть тесты меняют Ну это нормально, это логично Абсолютно логично Иначе читерство, как говорят молодежи Ну мы-то что делаем? Мы-то тренируемся по прошлому И, соответственно, для нас это может стать неожиданностью Чтобы это не стало неожиданностью Что надо сделать? Ну, во-первых, зарегистрироваться в личном кабинете И там все тайны, они откроются для вас Для нас, конечно, это пока что тайна Какие будут тесты? Что там будет? Организаторы нам эту тайну А если опираться на опыт прошлых лет То что это за тесты? Какую информацию? Тесты в трех направлениях Это интеллектуальные тесты Чаще всего это тесты на вербальный интеллект На числовой интеллект Дальше это логические тесты Ну, в прошлом году были Тесты на интеллект, связанные с культурой России С историей России С литературой России Географией Это было в прошлом сезоне Дальше обязательно это будет опрос Вашего управленческого потенциала Ну, я думаю, что с русским языком Точно что-то будет связано Так, понятно Какова цель непосредственно самого конкурса? Ну, так, если вкратце Я понимаю, что мы выявляем Или стараемся переобучить Вот видите сразу, сколько я направлений перечислил Или мы стараемся определить Кто будет дальше управлять Кто будет лидером Я не знаю, на уровне города, муниципалитетов Или даже страны Что, для чего этот конкурс лидера России? Если так вот Ну, если мы говорим прям масштабно Да, масштабно То есть задачи какие у них глобальные? Конечно же, задача здесь, во-первых, собрать такое сообщество людей Которые могут вокруг себя среду поменять То есть нам нужны люди Лидеры как раз в этом направлении Если мы говорим о тех, кто успешно проходит конкурс То как раз те люди, которые среду менять умеют Покруг себя А не подстраиваться под обстоятельства То есть их мы и пытаемся выявить Их и пытаемся выявить Это первая история Так, первая Вторая история Это же, конечно, она связана и с собственным развитием Управленческого потенциала Потому что Ну, вот давайте мы с вами там, не знаю Возьмем какой-нибудь вуз там Ну пусть будет медицинский вуз Учит ли там на управленцев? Нет Нет А главными врачами все равно становится Правильно? Поэтому здесь возможность как раз свои компетенции Управленческие компетенции Ну, это подтянуть, так сказать, отточить Да Прямо точить, прокачать Конкретно, да Не только в профессионализме Но и в своих каких-то личностных компетенциях Это вот вторая такая история Когда мы делаем профессиональных управленцев Которые нами будут профессионально управлять Ну, вторая история, мне кажется, она более реальна Потому что, ну, если по итогам там Четырех первых сезонов У нас, кстати, не так много времени остается Есть какие-то конкретные примеры Кто вот пришел, проявил себя Показал, что он может быть лидером Хорошим управленцем И ему сразу предложили какое-то место Да, ну, то есть, это еще такая кадровая база, можно сказать Слушайте, ну, таких примеров масса Их можно посмотреть на сайте Потому что я, ну, прям пофамильно Вам сейчас не буду называть Если мы возьмем вообще в масштабе России То там достаточно, прям на конкурсе Делают предложения наставники Либо те оценщики, которые приходят То есть, ну, например, на финальные этапы Когда проходят кейсы определенные Приходят наставники и смотрят Да, отбирают себе участников И тут же делают предложение наставники Вот они, возможности, о которых мы говорим Да, но не стоит, в общем-то, сильно на это рассчитывать Потому что, если вы прям идете точно Устроиться куда-то на работу Ну, это не конкурс вакансии Ну, надо пробовать А, ну, пробовать Надо пробовать И сейчас еще можно зарегистрироваться на этот конкурс? Легко Когда он стартует? Он уже стартовал И до 14 мая, пожалуйста, регистрируйтесь Проходите, используйте возможности Чтобы потом не жалеть об упущенных шансах Прекрасно, друзья Ну что ж, пятый уже юбилейный сезон Лидера России стартовал Далее передаю слово Ангелине Жуковой Всем привет! Представим ситуацию Вы поехали куда-нибудь за пределы нашей страны на отдых И там вы захотели приобрести себе какую-то интересную вещицу Возможно, сувенир или предмет гардероба И вам хотелось бы эту памятную вещь в определенном цвете Так вот, сегодня я расскажу вам, как называются по-английски разные цвета Начнем Знаете только красный? Red А как же малиновый, бордовый, алый Помните героиню знаменитого фильма «Унесенные ветром» Скарлетта Хара? Ее имя и есть алый Scarlet I am wearing a scarlet dress to the party На вечеринку я надену алое платье А малиновый? Есть целых два слова Crimson and Pompadour Her face was crimson with embarrassment Ее лицо стало пунцовым, малиновым от смущения А бордовый? Maroon It's the same blouse, but in maroon Это та же блузка, только бордовая Несколько оттенков коричневого Бежевый Beige Терракотовый Terracota Охровый Oka He was wearing a beige suit На нем был надет бежевый костюм А теперь несколько зеленых глубоких оттенков Бирюзовый Toquoise Изумрудный Emerald Мятный Mint green It was sewed to the young man in the main green jacket Это было продано молодому человеку в мятной зеленой куртке Еще два красивых оттенка Сиреневый Так же, как и цветок сирень Lilac И темно-синий Опять два слова Mezzorini And navy blue Цвет одежды моряков Navy Это военно-морской флот Теперь вы знаете названия красивых, сложных цветов на английском Добавили еще несколько новых слов и красок в свой словарик Желаю изучать иностранный язык с удовольствием Good luck Bye-bye Итак, друзья мои, сегодня у нас 26 апреля В эту среду замечательную премьера Мы дарим вам новый блог Его автор, мой коллега Артем Жулев Он будет рассказывать о музыке чуть больше, чем вы знаете И название какое вкусное у этого блога Полный пипитер Она молодец Она очень это очень грамотно сделала Профессия артиста это дело случая Это дело какой-то такой удачи Все вот сейчас говорят, что я похудела Я возьму и поправлюсь назад, понимаешь? Я буду жертвовать техникой вокальной, чтобы больше донести эмоции Ну, в общем-то, на этом все Самое интересное обрезали, мы так умеем Лиза, привет! Привет, Артем! Как тебе дела, рассказывай У меня все замечательно Работаем, продвигаемся, все шикарно Ты недавно вернулась с Москвы Ну-ка, все вместе, большой проект Все мы тебя слушали, слышали Я лично тебя смотрел в прямом эфире Ай, спасибо Рассказывай, как оно? Впечатление супер На самом деле, события неожиданно так друг на друга накладывались Я думала, что я вообще не успею принять участие в битве сезонов Но я не могла пропустить такое событие Поэтому, конечно же, с удовольствием исполнила прекрасную песню В общем и целом, я довольна тем, как я выступила Поэтому все шикарно, все замечательно Получила очень много положительных отзывов Поэтому для меня это вообще, конечно, большой подарок Это самые главные эмоции, в принципе, в нашей жизни, я считаю Это самое главное, верно, тем более, как для артиста В общем-то, я надеюсь, что мы сегодня тоже испытаем какие-то эмоции Вместе с песней Полины Гагариной «Ты не целуй» В общем-то, мы будем сегодня ее разбирать, смотреть А потом ты нам ее споешь, делаешь, как ты умеешь, красиво и вкусно Мини-вокальный урок такой решили строить, да? Ну, конечно, я не зря за фортепиано сижу в конце концов, верно? Можем еще распеяться на крайнях, да? Распеяться, конечно Ну что ж, поехали «Ты не целуй» Гагарина И сразу стоп Лиза, вот скажи мне Вот самое начало, да, цепляет фортепиано Глубокая музыка, лирика в конце концов Полина Гагарина Вот, начало, как у нее, вот, субтон, да? Иначе говоря, вокальный шепот Как ты считаешь, нужен ли здесь этот прием? Да, или можно было как-то на чем-то еще спеть? Ой, во-первых, я буду говорить простыми словами, поскольку у меня как такового музыкального образования нет Значит, во-первых, в песне очень важен текст И если стоит вопрос о том, грубо говоря, не накосячить с вокальной точки зрения или донести смысл текста То я все-таки упираюсь в смысл По-моему, по мне это видно Поэтому, конечно, я бы даже сказала, что это не шепот А, как вот у нас обычно говорят, проговаривание То есть, должна быть такая Вот она начинает немножечко интимно, как бы То есть, она как будто наедине с человеком И она совершенно, вот, да, таким шепотом легким, да Доносит текст Причем очень важно, ну, вот в русскоязычной песне, опять же, на мой взгляд Очень правильно расставлять акценты И она это делает грамотно и потрясающе просто То есть, можно сделать акцент на слово «больше», например, да То есть, подчеркнуть его голосом, да Ну, сначала ты больше не звони Да, а можно ты больше не звони И вот это имеет очень большое значение От этого зависит то, как именно каждый из нас преподносит песню Вот она очень четко это передает Для начинающего музыканта, как ты считаешь, Полина Гагарина Это, я думаю, хороший пример, верно? Еще бы На самом деле, она очень грамотный специалист и вокалист с большой буквы И вот именно на разборе ее вокальных произведений песен Можно понять, как правильно держать звук Как правильно петь высокие ноты на плотном смыкании Как правильно вот именно вот таким вот субтоном владеть Поэтому здесь она очень-очень-очень правильно это показывает Ну и плюс песня, плюс мелодия Она подталкивает к тому, что вот развитие и кульминация должна быть Она там дальше, собственно, присутствует в песне Ну сейчас, в общем-то, ее и послушаем, услышим Вот не тревожь, да? Вот этот акцент Еще один акцент Очень здорово, да Пусть это не любовь Вот идет развитие Вот это самое, да? Пусть это шанс Понемногу все больше и больше динамики Вот опять же, как она гласные держит на субтоне Очень важно Уже больше голоса появляется, да? Меньше такого шепота Тихонечко, да Аккуратненько в развитии И обрати внимание, сейчас в припеве она опять отпустит Правда Вот это, кстати, уже следующий прием, как я понимаю То есть это, грубо говоря, она миксует Вот, ну, опять же, по моим ощущениям, да? Грудной, головной Ты не целуй То есть она быстренько переключается и опять возвращается То есть вот это вот, конечно, филигранное владение При этом она сильно пока еще, ну, как бы не дает звук такого голосового Именно чтобы появился такой эффект мурашек Именно вот чтобы она зацепила песни с самого начала То есть сначала она, как бы, наедине говорит А потом она уже начинает, как бы, свою, грубо говоря, боль Ну, раскручивать, можно так сказать Прям вот болит И там кульминация В общем, она молодец Она очень это, очень грамотно сделала Что такое микс и что такое грудь? Грудь это, грубо говоря, то, на чем мы говорим в основном Да, вот я говорю сейчас на груди Да, микс, ну, у мужчин, в общем-то, не очень получается Ладно, у меня не очень получается микс Ну, звучит, например, так Вот это вот, как Микки Маус, да, вот что-то подобное Ты не целуй Да, ну, у тебя, естественно, это лучше получится все-таки Ну что, идем дальше Полина Гагарина Дальше Да, да, в общем-то, как-то так, припеп После «Фабрики звезд» Полина Гагарина подписала контракт Когда ты будешь подписывать, Лиза, все-таки уже, ну-ка, все вместе, целых два сезона участвовала Когда? Ну, всему свое время, всему свое время Может быть, ты нас обнадежишь как-нибудь? Мы ждем от тебя только самых высоких результатов На самом деле, просто профессия, вы же все, ты же прекрасно это понимаешь Профессия артиста – это дело случая, это дело какой-то такой удачи Я никогда, ну, как бы, удачу никогда не поймаешь за хвост, как говорится Поэтому я просто делаю свое дело и исполняю именно те песни, которые во мне откликаются Кому-то это нравится, кому-то нет, естественно Вот, поэтому как-то вот не могу я сказать точно Полина в свое время похудела на 40 килограмм Ты тем же самым можешь похвастаться Кстати, как так? Ну, не на 40, конечно, не на 40 Ну, все равно, ну, грубо говоря, если сравнить первое там, да, вот, когда ты выступала Ну-ка, все вместе и сейчас, ну, это просто, это разница на лицо, Лиза, ну, это... Да, ну, это просто работа, это же сцена И нужно понимать, что если ты хочешь двигаться... Как ты этого достигла, Лиза, как? Какие-то неимоверные усилия Я пока был в армии, понимаешь, я тебя не узнал, серьезно тебе говорю Как? Дробное питание и работу свою надо структурировать Нельзя вот так мотаться день и ночь, нет, можно, конечно Но тогда надо четко себе в контейнерах все это дело собирать А если нет, дробное питание и активный образ жизни Во-первых, нужно принять себя абсолютно в любом состоянии То есть, допустим, там, все вот сейчас говорят, что я похудела Я возьму и поправлюсь назад, понимаешь? Но мне от этого не будет, как бы, некомфортно То есть я себя воспринимаю абсолютно в любых формах Потому что есть харизма, есть подача И вот на это надо делать акцент То есть на то, какая ты личность Потому что мало ли что с нами там через 20 лет случится Но на самом деле я, конечно, вот это Многие сейчас говорят о том, что там надо поддерживать форму Ты же на сцене находишься, там вот это все Мне кажется, мы давно уже эти стереотипы все перешагнули 21 век на дворе, и вот вспомните ту же Нету, которая в Евровидении выиграла Поэтому это все ерунда Главное просто себя воспринимать Поэтому так Сейчас вот распределяю два вот таких вот типа вокалистов, да? Вот которые технори такие вот, да? Вот как, наверное, Полина Гагарина Но мне кажется, она вот что-то симбиоз между, да? И вторые это эмоции, да? Вот какие-то харизматичные К каким себя относишь ты? Больше к эмоциональным, конечно Ну, вы знаете, чисто объективно из себя вот так абстрактно смотреть То, естественно, есть моменты, где мне не хватает техничности Но, если передо мной опять же стоит вопрос, то я буду жертвовать техникой вокальной Чтобы больше донести эмоции Опять же, потому что я не телевизионный вокалист Я больше работаю на практике в залах Опять же, там важно быть ближе к людям Важно именно вот так рассказывать историю А не какие-то там сверх ноты показывать Но на телеконкурсах, естественно, там нужно именно вот топить прям конкретно Да, вот как бы вот к такому выводу я пришла, кстати Когда вот крайний раз поучаствовала в битве сезонов То есть нужно действительно брать вещь, которая прям Но в любом случае нам нужно дослушать Полину Гагарину И поэтому посмотрим на ее кумбинационную часть Вот, у нее немного развития идет, да? Вот эта самая нота уже пошла на груди, да? То есть не на мигсе, более сложный прием такой получился То есть каждым разом она набирает обороты И все больше добавляет такого грудного плотного звука На диафрагме Не очень правильная постановка гласных звуков Вот в русском языке, наверное, на этом стоит делать Ну, в общем-то, на этом все Самое интересное обрезали, мы так умеем Ну что ж, а остальное это вы дослушаете сами Конечно, остальное дослушаем уже в твоем исполнении, Лиза В конце концов, не зря же ты к нам пришла Покажешь, в общем-то, вот сейчас Полина выступила И сейчас ты в своей фирменной манере покажешь нам, как правильно Я это покажу, не как правильно, скорее, а как я это вижу просто, эту песню А так, конечно, вариации могут быть разные Ну, надеюсь, что вам понравится Поехали! Ты больше не звони Мне сердце не тревожь И в трубку мне не говори Обид которых нет От них бросает в дрожь Пусть это не любовь Пусть это счастье слег Я не хочу холодных слов Свой камень не кидай Мне горечи во слег Ты не целуй Мои воспоминания Не обещай Надежды без любви Моих ночных обид Щемящие мерцания Ты не терзай Не береди души Слезами за окном Забарабанил дождь Я не услышу слов любви Твой телефон Твой телефон Чит Ко мне ты не придешь За годы чувств благодарю, за радость наших встреч. Улыбкой горькой озарю, ты создан для любви, ты лучший из людей. Ты не целуй мои воспоминания, не обещай надежды без любви. Моих ночных обид, жмяшими мерцами, ты не терзай, не береги души. Ты не целуй мои воспоминания. Не обещай надежды без любви. Моих ночных обид, жмяшими мерцами, ты не терзай, не береги души. Лиза, опять ты это сделал. Ну как ты это делаешь? Просто каждая клеточка моей души просто сейчас восторгается. У меня сейчас неимоверные мурашки в окошке, по мне не видно, я в пиджаке. Лиза, спасибо тебе большое. Друзья, у нас была Лиза Слышкина в гостях. С вами был Полный Пюпитер. До связи. Мы сделали все, чтобы ваше пробуждение было ярким и интересным. Каким будет день, зависит исключительно от вас. Утро первых. До встречи завтра ровно в 7 часов. Субтитры сделал DimaTorzok